Хай, Арав салам Когда Умар бин Аль-Хаттаб вошел в комнату пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Он не увидел шкафа, роскоши, ничего, чтобы сесть. Ни фруктов, ни десертов, ничего. Он сел на пол и, посмотрев, сказал, о посланник Аллаха. Амар бин Аль-Хаттаб начал плакать. Он начал плакать. Он сказал, о пророк Аллаха, что у тебя есть? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, о Амар, что заставило тебя плакать? Он сказал, о пророк Аллаха, римский император, персидский правитель, их сиденья, их троны, сделаны из жемчуга, золота, серебра и рубинов, их одежда из шелка и золота, в то время как ты, лучшее из творений, избранное всемогущим Богом, посмотри, как они живут, и посмотри, как ты живешь. Знаете, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Улыбнувшись, он сказал, Амар, Разве недостаточно для нас, того, что для нас есть будущая жизнь? А для них этот мир и только этот мир. Это их рай. Пусть он будет у них, мы не хотим его. Мы хотим вечное блаженство, а не временное блаженство. Потому что все это, в этой жизни, доля наслаждения, вот и все. И это наслаждение забывается. Как только их один раз погрузят в адский огонь, вот что с ними будет. Одно погружение. Вся эйфория и удовольствие этой жизни закончится. Одно погружение в рай. И тяжесть всего времени, которое было на тебе, о мусульманин. Ты забудешь обо всем этом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Никогда не носил шелк. Никогда не носил золото. Никогда не одевался высокомерно. Никогда не появлялся перед людьми, словно он король, император. Даже когда он был абсолютным правителем. И это было обыденно. Для людей осматриваться вокруг, ожидая увидеть, что он восседает на кресле, на троне, как другие правители. Должно быть он одет в мантию из золота. Должно быть на нем какая-то корона. Должно быть этот человек в окружении прислуги. Но когда они приходили и осматривались вокруг, звучал распространенный вопрос. Кто из вас Мухаммад? Где он? Никто не мог узнать пророка, да благословит его Аллах и приветствует среди его сподвижников. Потому что его одежды, то, что он ел, и где он предпочитал сидеть, никогда не отличалось от других людей. Скажите мне! Имя! Имя хоть одного правителя в мире! Подобного в этом. Кто-нибудь из нас, если получим повышение на своей работе, нам дадут маленький офис, и мы поставим большое кресло. Если мы заработаем денег, мы хотим большой дом, хотим большую машину. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спал на циновке, которая, как эта циновка на полу, сделанная лишь из пальмовых волокон, из высушенной травы. Вот как он спал на грязном полу, без мебели в доме. И я спрашиваю братьев и сестер, которые слушают меня сегодня. О, вы, которые говорят, что они поклоняются Аллаху, причист он Всевышний. Вы говорите, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ваш путеводитель и ваш пророк. Не хотите ли вы быть рядом с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Не хотите ли подойти к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Взять и пожать его руку, обнять его и сказать, «О, посланник Аллаха, как я скучал по тебе! О, посланник Аллаха, как я любил тебя, сколько я читал о тебе! О, посланник Аллаха, как я хотел быть с тобой!» Не хотите ли этого? Как бедный человек, он не был богат. Он оставался бедным всю свою жизнь до смерти. Хотя он мог получить богатство этого мира. Его щедрость! Он говорил, что мне до этого? Как-то он увидел богатство и разговаривающих сахабов. Он посмотрел на них и сказал, «Вот что вы любите!» Пнул это и ушел сердитый. Как эта дунья? Никчемная! Как-то он спал на соломенной циновке, пока на его теле не появились следы от нее. И Омар заплакал, «О, посланник Аллаха, постели что-нибудь мягкое! Хотя бы что-нибудь мягкое! Я не могу смотреть на следы на твоем теле, как тебе больно, как ты страдаешь!» Он сказал, «О, Омар, что мне до этой дунья? Что мне до этого мира?» Будущая жизнь намного лучше.